Это что-то на современном, молодежном, новом языке, и это очень круто. Всем доброго и славного дня! Находимся в Green Lounge, выставка загородных домовладений Open Village. Официально для издательства Зеленая Точка Старта представляем вам электромобиль Москвич 3Е, который на данный момент стоит на домашней зарядке. Мы вам сейчас покажем в точности, как происходит зарядка электромобиля, когда он находится рядом с домом и заряжается ровно от сети 220 вольт. На данный момент электромобиль Москвич показывает, что он заряжается на 97%, исключительно от домашней сети, и зарядки осталось 20 минут. Ну, я думаю, нет смысла нам ожидать 20 минут. Мы сейчас выключим у вас зарядки, и вы увидите, на какой пробег зарядился этот электромобиль. Значит, автомобиль за ночь от сети 220 вольт зарядился практически полностью, 97% зарядки, и пишет 399 километров запас хода на данном заряде батарейки тяговой. Продолжение следует... Всем доброго славного дня, уважаемые дамы и господа, наши читатели и зрители. Специально для издательства «Зеленая точка старта» компания «Электромобили мира» сегодня делает обзор электрического москвича на территории Грин Лаунж. Обратите ваше внимание, мы находимся сейчас в живом квартале Грин Лаунжа, внутри которого находится международная ежегодная выставка загородных домовладений «Оупен Виллаж», на которой мы, компания «МС Маркет», «Электромобили мира» и издательство «Зеленая точка старта» делает обзоры, рассказывает о участии нашей команды, которая отвечает за электрификацию поселков, за установку зарядных станций, электротранспорт. И нам очень приятно тестировать российское производство, электрический автомобиль 3Е, где мы хотим показать, насколько этот автомобиль уже удобен и практичен в использовании, так сказать, деревенских дорог. Если вы обратите внимание, здесь дороги уже не как в Москве, а самые настоящие деревенские. Мы вам покажем обзор выставки, нашу экспозицию электрического транспорта и зарядной инфраструктуры, и расскажем, как себя ведет российский электромобиль «Москвич». Спасибо! Уважаемые читатели и зрители, доброго славного дня! Мы приехали на центральный вход выставки загородных домовладений «Оупен Виллаж». Еще очень приятно, что волонтеры встречают каждую машину, и каждому автомобилисту рекомендуют, куда ему запарковаться. Это стиль «Оупен Виллаж». Дорогие друзья, двигаемся! Значит, вот мы сейчас поворачиваем направо, и перед вами центральный вход, на котором, как вы видите, если увеличить, стоит машина технической службы электромобиль компании «Мэйс Маркет». Здесь, далее, посмотрите, пожалуйста, вперед, мы с вами видим центральный вход. Центральный вход на выставку «Оупен Виллаж». Вот здесь все гости заходят на эту выставку, регистрируются, и уже начинается экскурсионная программа. Это центральная улица Грин Ваунжа, посреди нее есть озеро, и только пешеходная территория. И здесь все домики абсолютно одинаковые, как вы обратите внимание. Такие вот, обязательно у всех домиков балкон, вот, на ту сторону выходит мангал, где люди отдыхают, и вот здесь, посередине озера, очень удобно и очень приятно гулять. Значит, мы сейчас будем с вами ехать по улице банных домов. Это вот плакат мы увидели, и сейчас мы вам покажем прям уже действующий банный комплекс. Вот впереди нас вот это жилые дома, и вот слева это ресторанный комплекс. Значит, вот там вкусные сосиски в красном вагончике, а вот здесь люди вечером собираются на танцы, попеть. И прямо соседи после ресторанного комплекса, это комплекс «Банникум». Вот вы его видите, он уже работает, и в нем даже есть экскурсионная программа, для того, чтобы вас ознакомили, какие банные процедуры вам будут предложены именно в этом банном комплексе «Банникум», что в «Бринлаунж». Сегодня выставка наполнена полностью, вот обратите внимание на вторую парковку. Вот с левой моей руки, посмотрите, то есть все парковки служебные, заняты в склине. Вот, потому что сегодня очень приятная погода, и все на своих рабочих местах ожидают гостей. Да, вот это у нас парковка уже на КПП номер 2. Вот давайте я вам его покажу. Значит, это КПП предназначено только для, значит, служебного въезда. Прибыли в пятерочку, тест-драйв. Два слова, насколько комфортно внести салона. Все уместились? Конечно же, уместились-то точно по все. А насколько было комфортно ехать, насколько плавно она разгоняется и так же плавно тормозит, это просто нереально круто. Я вообще улетела, у меня вот волосы. На самом деле приобрели новую форму, и можно смело доставать себя на свежий воздух и улетать просто с закрытыми глазами. Очень плавно, очень комфортно. Плавный автомобиль мосты. Уважаемые зрители, ну вот полный тест-драйв, то есть у нас 5 человек, у нас полная паклажа, полный багажник. И мы сейчас загружаемся в автомобиль. Момент включения электрического автомобиля москвич. Все, вот он включился. Кстати, момент очень быстрый. То есть есть машина, где надо ждать момента. То есть то, что он сейчас прогружается, это не означает, что он не может ехать. То есть как только он перекнул первый раз, драйв включается, и машинка едет прям вот сразу. Все, let's go. Вот. Ну, на мягком ходу, да, очень приятно сблатывает неровности, если как бы прям вот совсем очень быть аккуратными. Кренов нету, если по внедорожной теме, вот он идет в разворот, и он как бы утюжит, потому что центр тяжести нижний, низкий из-за батарейки. Машина не кланяется. Это очень удобно в управлении. Ну, гидроусилитель здесь, естественно, отсутствует, потому что здесь стоит электрический умный усилитель руля. Ну, и все системы при более-менее сильных ускорениях, они работают более эффективно, чем на АБСе. В общем, принято. То есть машина гораздо эффективнее и быстрее разгоняется без просвистывания резины об асфальт. И очень эффективно останавливается тоже без посвистывания. То есть у нее чистый эффект, без сапога, стирание резины. Я думаю, гости OpenVillage и пассажиры москвича 3 вкратце скажут, как вам комфортно находиться в сиденьях. То есть на сиденьях, да. Вапслово. В сиденьях максимально комфортно, по крайней мере на береднем сиденье точно максимально комфортно. И достаточно габаритное место, то есть и место есть, так говорится, и подлокотник тоже есть. Поэтому очень удобно, максимально удобно. А возьми камеру, на них вы пройдете, что же делать. Давайте, ребятки. Вот вы втроем сзади. Втроем прекрасно сидим у нас. Куча места, куча пространства. Все. Немаленькие. Ну, я тут как раз, мне кажется, 2,5 места. Очень комфортно. Очень хорошо, на самом деле. Комфортно и мягко. Нет жесткости, нет толчков, никаких неприятных. То есть, теперь. Хорошо. Хорошо. При открытии люка, обратите внимание, очень комфортно закрывать все стекла. Выключать, в принципе, кондиционер. Все чудесно проветривается. И двигаемся на исключительно разрешенных скоростях по правилам дорожного движения. Итак, в процессе сегодняшних передвижений было вот что. Утром у нас был пробег 399 километров, ну, полный заряд батарейки и 97%. Сейчас у нас 359, остаточный пробег, 88%. Всем доброго вечера. Сегодня подходит к завершению технический тест-драйв электрического автомобиля «Москвич». Всем привет, ребята. Добрый вечер. Да, и, правда, этот «Москвич» решил пройти тест-драйв именно у нас, именно в коттеджной поселке Грин Лаунж во время нашей выставки, которая называется «Опен Вилледж». Что сказать? Это всех удивило, потому что, по крайней мере, этого никто, кто здесь бывал, не видел до этого «Москвича», так еще и электромобили. Поэтому, скажу честно, я ни разу не каталась на электромобиле и ни разу даже не сидела на сиденье такой машины, но это просто было нечто. Она нереально удобная, легко ускоряется, легко тормозит, и это просто что-то на современном, таком, молодежном, новом языке. И это очень круто, что вот так мир у нас растет, двигается вперед. Приезжайте, ждем вас в коттеджной поселке Грин Лаунж. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!